И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Сэвэн, и мы продолжаем проходить корсары проклятия дальних морей, и на самом-то деле у меня для вас хорошие новости, вообще прям отличные, вы не представляете себе даже насколько. В общем, я так прикинула, так как мы немножечко в ближайшие несколько серий до этого сумели поднять денег, ну не так что во много, но чуть-чуть, я решила, что наверное пора переходить к решающим действиям, и решила нанять таки того самого первого помощника, который на пиратских островах, потому что я вспомнила, что в общем-то именно его я и нанимала всегда, когда я играла в корсаров, и в общем-то он требует, конечно, 900 золотых, но нам нужно как-то выгребаться из той клааки, в которой мы находимся, а сделать это с помощью первого помощника очень легко и просто, как я уже ранее говорила, добудешь первого помощника, считай, что первый попавшийся корабль, который ты сможешь удачно взять на абордаж, будет не просто твой со своим хабаром, но и будет целиком твой, то есть ты сможешь на него посадить своего первого помощника, потом починить этот корабль и продать его. И в общем-то именно этим я занималась за кадром, и очень успешно я захватила, сперва, вот только его взяла, кстати, я еще того плотника взяла, помните, такого необразованного, думаю, дай-ка, посмотрю, что там ты добавляешь, и кстати, он неплохой, вполне себе. Где он тут был-то? Вот, починку плюс два у него, и да, посмотрите, сколько у нас денег. Да, да, я на коне. И в общем-то ситуация в чем? Я взяла плотника, я взяла этого самого первого помощника, выплыла в море, наткнулась на первый же попавшийся пиратский корабль, маленький корабль, это блошнявочка, около Грейс Сейл, по-моему. Захватила его, посадила на него первого помощника, и все. Починила его, продала его за 6 тысяч, потом замечательным образом починила себе свой корабль, починила себе, точнее себе, а починила нашего товарища корабль, поплыла снова, захватила еще раз корабль. Хотя, нет, не вру, вру точнее, не захватила, а около пиратских островов абордажировала каравеллу, на ней было 9 тысяч золота! Блин, я даже в этот момент пожалела, что я не записываю. Самое интересное, вот всегда, самое интересное всегда за кадром. Вот, вот, аааа! В общем, ладно, неважно. Суть в том, что, к сожалению, взять себе этот корабль я не смогла, потому что у меня уже было мало народу, пока я там плавала за этим кораблем. Он мне весь, всю команду сбила, как вы понимаете, чтобы посадить на соседний корабль первого помощника, нужно еще какой-то небольшой запас людей иметь, в общем-то, минимальный хотя бы для этого корабля, и, в общем, пришлось бросить, к сожалению, этот корабль. Но ничего страшного, потому что буквально через 10 минут плавания и торговли туда-сюда, я наткнулась на еще два пиратских корабля, один я захватила. В общем-то, и я его потом впоследствии тоже продала где-то в районе 6 тысяч. А другой я захватила, кажется, для себя. То есть я сперва... Короче, суть в том, что у нас теперь... Брик. Снова, но на этот раз обшитый. И поэтому Галеон, этот Белтроповский, я брать не буду, потому что его говно мне не нужно. И да, я даже пушечки себе заменила. В общем, я на коне, ребят. Все. Проблема решена. Вот самое главное в самом начале, это поиметь достаточно денег для того, чтобы, как бы это сказать... Ну, в общем, вы поняли. Сперва чуть-чуть обзавестись офицерами, потом обзавестись более-менее таким кораблем, на котором можно хоть что-то захватывать. А потом более-менее наладить, как бы, финансы свои, чтобы поиметь первого помощника, чтобы пока ты будешь плавать туда-сюда по заданиям, у тебя все эти деньги замечательным образом не закончились на плату всех твоих офицеров, людей и так далее и тому подобное. Вот чего у нас чуть один раз не случилось. Потому что, помните, нам люди требовали прям денег, давай, говорят. Мы тут плаваем с тобой, а ты нам ничего не платишь. В общем, вот это самое главное. Как только у вас появляется первый помощник, все, ребят, вы официально взлетели. Можно так сказать. И, кстати, я забыла, что я приплыла вообще-то сюда, чтобы нанять людей. Берег! Берег, берег, да, я знаю. И, в общем-то, сейчас мы с вами замечательным образом плывем на Грейсейл. И, в общем-то, я там кое-что нашла, пока я там бегала туда-сюда. И, кстати, смотрите, за счет того, что у нас ранг повстится, смотрите, как у нас все классненько. Фехтование, кстати, мне очень сильно помогло в процессе всего... А, кстати, я еще один военный галеон потопила по ходу дела и получила 7 тысяч опыта. Поэтому, ха-ха, следующий ранг, вон. Я только не понимаю, нам нужно набрать до 81 тысячи или еще 81 тысячу набрать? Мне кажется, до 81 тысячи надо набрать. И у нас, кстати, в верфи уже открылся корвет. Корвет, то есть корабли третьего ранга у нас уже доступны. И я, на самом деле, даже не знаю, купить его или не купить. Потому что, на самом деле, ну, корвет это классный корабль, чтобы на него не пересесть, пока нам дают. И пока деньги есть. Хотя, почему пока? Они теперь у нас всегда будут водиться. В общем, не знаю, я думаю об этом. Думаю об этом, о, господи. Размышляю, надо ли оно мне. В общем, давайте тогда я вам сейчас заодно покажу. Может быть, сейчас, кстати, и надумаю, да и куплю, что бы нет. Сейчас только сохраняшку сделаю. Нужен мне этот Белтроповский Галеон. Я сама тут вообще. Мы, кстати, можем теперь любой корсарский патент купить. И вообще будет офигенно. В общем, вот они, обшитые корветы. Я так понимаю, если я продам, я смогу купить. По идее, да. Корветы у нас стоят 37 тысяч. Обшитый корвет стоит, в общем-то, тоже. Но, видите, разница слева. Обшитый корвет, естественно, у него корпус значительно больше. Но у него скорость поменьше. И, соответственно, маневренность тоже поменьше. Но, логично, он тяжелее. В общем-то, вот корвет облегченный вариант фрегата. С увеличенной скоростью и несколько сниженной огневой мощью. Корвет подходит для исследовательских и разведывательных плаваний. И очень ценимые пиратами за их ходовые качества. И проспособленность к грабительским рейдам как на море, так и на суше. Ага, на суше. И идут такие. Легкая переделка обычного корвета. Обшитый корвет обладает лучшей защитой от орудийного огня благодаря медной обшивке, защищающей корпус. Несколько тяжелее и медленнее оригинал. Обшитый корвет не менее пригоден для разведывательных и разбойных действий. И, в общем-то, я даже не знаю, какой брать. Потому что на него, кстати, можно будет мега-пушки поставить. Давайте, это самое... Где мой корабль? Брик, спасибо тебе за то, что ты есть. Но, как бы, скорость хотелось бы. Давайте продадим все-таки. И купить-то я смогу? А, я не смогу. А, все-таки это, типа, закрыто, да? А, я почему-то думала, что вы не сможете купить, пока вы свешите корабль. Ну, не судьба, значит. Если вы покинете верхнюю, купив корабля, то будете плавать на Тартане. Покинуть верфь? Да. Это вот, кстати, любопытный элемент, смотрите. Сейчас покажу. А, черт. Эта маленькая лодочка не поедет. Не поплывет, точнее, совсем тем, что я на ней нагрузила. На корабль, то есть. Ну, ладно, не судьба. Я хотела вам лодку эту показать. Эту козявку, которая там плавает обычно. А, ну, ладно, не судьба. Значит, для третьего ранга нам чуть-чуть не хватает. Предлагаю исправить это недоразумение. В общем-то, поплыли нафиг отсюда вам. Я вам, может быть, кстати, сейчас даже и покажу. На практике, как у меня все это получалось, если, конечно, получится. Атакуют три пиратских корабля. Охренели, что ли? Я не такую практику заказывала. Какие хоть корабли-то? Ёперный. Военный галлеон. Вот такой вот я потопила. Он очень мощный. Не хочу больше. Хватит. Я его потопила с большим трудом. Три пирата. Они что, догнали меня, что ли, господи? Вапшитый брик. Они торговаешь... Не-не-не, ребят, вострою я одна. Не хочу. Вижу парус. Другие людей. Сто семьдесят девять, девяносто... Одно туловище. У нас меньше. Стоит ли рисковать? Мы же не добрали народ. Ну ладно, они приперлись ко мне. Мы их убьем. За это. Не-не-не-не-не-не. До свидания. Ох, какая скотина. Смотри, что делает. Десятая тварь. 161 туловище. И у меня 16 людей. Все, не судьба. С другой стороны, мы их можем потопить, к хренам собачьим. Почему бы и нет? Просто они со мной так разговаривать решили? Чего бы нет? Я тоже так умею, знаешь ли. Опыт получим. Спустить паруса. Так, это вражеский, да? Ну, типа да. Усильный пенас. Так, ну че? Блин, какого фига, а? Это же мой опыт. Ща мы дадим залп. А, это не тот борт. Ха, че-то я забыла. Я такая младенец. Минь. Лови. Ой, у меня корпуса-то не осталось уже. Приплыву сейчас такая к пиратам, убитая в хлам. Ну, дайте мне хоть и... Слышь, ты тут мне не... Ты смотри, че делает-то, ну. Блин, он сейчас завалит мой корабль. Я опыт не получу, и смысл вообще во всем этом будет. Левый борт готов к залпу. Да спасибо. Тихо, не задави меня. Оно плывает, кстати. Потихоньку. Значит, дохнет. Ну-ка. Ну, не совсем до лед. Ой. Может, ну и его нахрен. Хотя нет, я из принципа его зашатаю. Ммм. На Галфинд идем. Эй, скотинка какая. Ащ. Левый борт готов к залпу. Уходит, уходит. Сыт. Скоро отвалится. Тони. Человек-то у него много, но он уплывает. Значит, скоро помрет. Это же логично, правда? Я тебя догоню. Я тебя убью. Скотина пархатая. Как ты неудобно ехаешь, честное слово. Правый борт готов к залпу. Не, ну это смешно. Чувак. Ой, надоел. Плыви с миром. Реально, задрал. А сейчас он возьмет, развернется. Смешно будет. Просто если я сейчас к нему телепортнусь. Тони. Ядрами он меня там убить пытается. Блин. Правый борт готов к залпу. Сейчас, ладно, я рискну. Я рискну. Я просто боюсь, что мы сейчас телепортнемся к его борту, и он нас замечательным образом зашатает. Нет, не зашатает. Повышение. Ура. Вот то, что мне нужно было. Это, конечно, было не слишком удобоваримо. Вот за кадром у меня все идеально получается. Здесь у меня постоянно кто-то коцает. Но на самом деле не так страшно все. Перезарядочка. Фехтовашечка. Абордаж. Защитка. Фехтование прям даже не знаю. Починка. Ну пускай будет, ладно. Перезарядка. Координация, чтоб залпом долбила. Надо, кстати, как-нибудь с вами, когда мы приобретем кораблик поинтереснее, форт какой-нибудь захватить. За захват форта дает... Он очень долго происходит, на самом деле. За захват форта дает, кажется, 25 тысяч. Но на самом деле это такая хрень. Потому что здесь корабль можно починенный продать за 17. И захватить его достаточно просто в определенной ситуации. Ну давай, абордаж возьмем. Так уж и быть уговорил. Все, выход. Отлично. На самом деле нас покоцали довольно ощутимо. Но ничего страшного. Мы заработали повышение. Кстати, подожди-ка. Если повышение... Где там была верфь? На Грейсейлз или на Шарк Айленд? Сейчас узнаем. Благо пиратов нет. Все уплыли. Высаживаемся. У нас тут, кстати, задание. Во-первых, с Беллтропом. Во-вторых, со спасением, как вы помните, чувачка. Который тут сидит. Нет, все-таки на Шарк Айленд была гребаная эта самая. Ладно, неважно. Во-первых, мы сейчас зайдем в таверну. Наймем людей. Вот этот, кстати, чувак, он реально крутой. Я прямо посмотрела ради любопытства его характеристики. Он реально стоит тех двух тысяч, которые он запрашивает. Серьезно. Он стоит. Это вообще мега-мужик. Не знаю, откуда он вылез. Но он очень крут. И, кстати, да, я ради любопытства опять же посмотрела, что же там за персонаж-то из этих офицеров, которые будут работать на нас бесплатно. Это будет... Не буду говорить, кто. Чтобы вам не спойлерить. Я, к сожалению, не помню, как его получить. Я не подглядывала этот момент. Я просто посмотрела, кто это. И действительно, я вспомнила, что это действительно тот, кого я видела. Фрэнсис Дуларс. Что ты мне расскажешь? Кого выпьешь? Киностин. Ну-ка, дай-ка подумать. Испанцы жреют. Понятно. Это бесполезно. До свидания. Хорошо. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так. Нам нужен один чувачок. Не ты. Где же ты? Стой. 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 Горят. Стой. Так. Пили картос. Нет, не ты. Где же ты? Алекс живодер. Где ты, друг мой? Это мой товарищ, да? Да. Кибастин. Здесь где-то ходит один чувачок. Сюжетный. Блин, почему они все такие одинаковые? Это же невозможно. Уйди. Уйди в туман. Потому что ты... Стой. Да. Дэмьен Ротни. Давай говорить с тобой. Кто тут у нас? А-а-а. Героическая личность. Да-да-да. Эй, парень. Я слышал, у тебя проблемы. Может, я смогу помочь? Я Дэмьен Ротни. Но народ зовет меня просоленным Дэмьеном. Погоди пару минут, и я расскажу тебе свою историю. Мои проблемы не касаются тебя, Дэмьен. Шептел лопнуться, сынок. Ты нетерпеливый. Я сказала, что хочу помочь тебе. Так что захлопни пасть и слушай. Дубина. Ладно, слушай, выкладывай свою историю, но поскорее проваливай. В общем, так. Старый я стал, и уже не тот, что я был в былые времена. Вольная пиратская жизнь стала меня тяготить. Но я люблю море и не хочу осесть где-нибудь на берегу. Поэтому, когда губернатор Монте-Феррат предложил мне амнистию и службу во французском флоте, я не стала отказываться. Я собрал ребят и выложил им предложение губернатора. Команда согласилась перейти на службу к французам. Некоторые отказались. Мне следовало выкинуть их за борт. Но я не злой человек, и я высадил их на Скалшорс. Ты прямо душка, но я не священник, чтобы выслушивать твою проповедь. Кончай пищеть. Как я и говорил, сатана сыграл грязную шутку со старым Демиеном. Один из этих грязных псов шепнул Беллтропу на ухо, что просоленный Демиен собирается предать своих бывших товарищей. Дезмонд пришел в ярость, и ночью его люди захватили мой корабль. Спастись удалось только мне и двум матросам. Теперь мои ребята сидят в подвале Беллтропа. Он собирается развести их на ареях своего манувара. О да, манувар. Если вы помните, что я говорила о мануварах в начале этого прохождения, если я вообще о них что-то говорила. Вроде нет. Что вы видели, что он делает с предателями? Мне что придется слушать эту чушь всю мою оставшуюся жизнь? Заткни свою дыру, парень. Итак, ни корабля, ни команды, ни даже денег у меня нет, но у меня есть друзья. Хорошие друзья. И у меня есть план. И у меня есть ты. А теперь слушай. Мой бывший корабль все еще находится в гавани Грейсейлс. Я и мои ребята откроем двери подвала, а ты должен абордировать мой Одиссеус и принести мне голову того Остолопа, которому я был труп, подарил мой корабль. Но все должно быть тихо. Если ты потопишь этот корабль, то орудийная перестрелка разбудит весь город. Когда отрежешь голову этому проклятому Остолопу, возвращайся сюда, и мы будем ждать тебя. Ай, сколько ты мне заплатишь за это? Вот дубина. Ты так ничего и не понял. В подвалах был труп, а кроме моих ребят сидит еще один купец. Терри Ламоль. Отлично, договорились. Ты все время трепался, пока я рассказывал свой план. Слушай, ты абордируешь мой корабль и ослабил Я освобождаю узников. Ты даешь мне голову Остолопа, я отдаю тебе купца. Я жду тебя здесь. Дуй. Я ушел. Наверное, Сатана сыграл шутку не с тем пиратом. Супер. Видите, как все разрешилось классненько. Только надо сейчас все равно зайти к этому придурку. И вручить ему идола. Потому что он идиот. Жадный. И послать его с его галеоном. У меня подарочек есть для тебя. Братишка. Так, вот. Не-не-не, просто безвозмездно. Да-да-да, тебе это очень нравится. Мне ничего не нужно. А, кстати, если ему сказать, что мне ничего не нужно, он нам не поверит и голову нам откусит. Так что я знаю, что пираты оставляют здесь захваченные корабли. То есть вот так вот безвозмездно, да, взял, пришел, подарил. Естественно, нет. Так, вот, давай, дай мне корабль. Этот корабль только для толстых купцов, а не для пиратов. Мне он не нужен. Да делай, что хочешь. Все. То есть я серьезно говорю, если ему вот тот вариант ответа нажать, он замечательным образом не поверит и повесит на снаре. Убьет. Вот, кстати, можно город лицезреть. Поплыли. Мы, правда, в Хламину. Нам что-либо захватывать сейчас не... А вот и Одиссей. О, да. Брик, кстати, обычный. Но прежде чем мы, на самом деле, пойдем его захватывать... Можно, конечно, попробовать его абордажировать. Сколько он себе там на роду сидит-то? Слушайте, нет, можно попробовать. У меня просто, блин, этот самый... Корпус вообще ни о чем. Как бы он меня не вынес. Ну, можно рискнуть, конечно. У него мало народу. Ну, как мало? Почти столько же, сколько у нас. Правда, он что-то плывет, сволочь, быстро. Нет, это что-то как-то неудобно. Ну, давай вот так, что ли. Ой, главное, чтобы он не сделал мне залп прям в нос. Мой несчастный. Да, вот примерно такой. Еще паруса в Хламину. Стоять! Да куда ты идешь-то на перерез? Готов к залпу. Так, ты, 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 ты захватывай вот это, пожалуйста. Это специально, чтобы они его не грохнули. Осторожно. Чтобы они его ослабляли, ослабляли. Чуть-чуть такой быстрый, ты, да? Ну, не так хорошо, потому что далеко. Он с котином то же самое делает. Иди сюда, да, да. Лявый борт готов к залпу. Ой. Тухло. Иди сюда, да, да, ну, господи. Лявый борт готов к залпу. Это что такое? Ты что тут делаешь вообще? Нет, что-то как-то у меня сейчас просто тупо потопит. Ну, все, конечно, понимаю. Но нет, слушайте. Он меня быстрее поставит, чем я до него доберусь. У-у-у-у-у-у. Все, ребят, один выхлоп и я труп. Не, не-не, все-таки надо было. Была такая мусорь. Сперва она Грейсейлс. Грейсейлс, точнее, на Шарп, Шарк Айленд, сплавать. А, красотища какая. Ой, иди ты в пень, слушай. Не-не-не, иди нахрен, мне не до тебя. Сперва починиться, нанять людей, потом все остальное. Потом уже... Кстати, можно сейчас будет этот захватить, посадить на него своего замечательного первопомощника. Что, увольнение-то? Никаких увольнений. Так, пфу, где ты? Я наркоманю? А, вот, все. Полностью. Полностью. А, выход. Так, что там с командой-то? Ай-ай-ай. А, уже полная. Какая жаль. Так. Английский агент. Хьюгер Сапилко. Ты кто вообще? Французский агент. А ты кто? А, идол, кстати. Наконец-то ты вернулся. Как это дела? Ты все сделал? Конечно. Жадный мерзавец, приведя золото, потерял последние остатки разума. А, какое облегчение. Ты представлять себе не можешь. Каким тяжким грузом это было для меня. Теперь ты свободен от этого влияния. Но я вспоминаю, что ты обещал стать моим компанером. Как насчет этого? Сказать по чести, я солгал тебе, чтобы убедить тебе помочь мне. Очень жаль, брат, но я не собираюсь становиться твоим партнером. Возьми это золото в оплату за услугу. Я негодяй, но меня нельзя назвать неблагодарным негодяем. Прощай, брат, встретимся в море. Почему-то меня это не удивляет. Ну, что ж, попутного ветра, кайлоу. Две пятьсот? Че бы нет-то? Лишние на дороге не валяются денежки. Сохраняшу делаем. И выходим в море. Поднять паруса. Где моя каравелка? Что это такое? Утюгой, господи, легкий шлюп. Сейчас я вам продемонстрирую наглядно, как у меня происходил первый заход корабля. И посаживание на него, в общем-то, моего первого помощника. Да-да-да-да-да, очень страшно. Иди сюда, мой маленький шлюпик. Стой, маленькая сволочь. Ябрика, ты шлюп. Маленький маневренный шлюп. Не смей. Не смей. Не смей меня обижать. Не в ту сторона. Спусти паруса. Ну что ты делаешь-то, ну? Что ты такой неудобный-то, а? Черт. Фехтование у меня, конечно... Ой, фехтование. Почему я не могу его захватить? Что такое? Почему нет кнопочки абордажа? Вот здесь иногда, конечно... Типа мне тут... Спусти паруса. Маленький. Я вам наглядно продемонстрирую, сказала Сэвен и застряла между камнями. Нет, пошел. Маленький гад. Ну ладно. Паскудник. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Ой, сдриснул такой. Они умные такие, твари? Иногда бывают. Стой, тварь. Стой. Весь... Все борты мне, весь корпус мне снесла. Спусти паруса. Отнять паруса. Да стой ты, господи. Да, конечно, с такими маленькими козявками. Самое противное, что мне его просто нужно захватить. Но чувствую, я сейчас откажусь от этой идеи. Хочешь меня потопить, сволочь? Я тебе устрою. Как маленькая гнида. И хоть бы один раз попала. Не, меня так не устраивает. Что-то как-то не очень хорошо получилось. Он маневренный, маленький. И почему, кстати, не было все-таки вот этого крюка абордажного? Потому что у меня плохо развит абордаж. Может быть, поэтому... Ну, то есть, как плохо. Всего на две единички. Может быть, этого не хватает, чтобы такую маленькую козявку подцепить. Тоже может быть. Ну, ладно. Не страшно. Фейл. Так, че я хотела? Земля! Вот че я хотела. Так, где мой... Это что-то... Галлион Алсайд. Это что-то... Одиссей! Теперь вас двое, мне это напрягает. Так, сперва с тобой разберемся. Сколько в тебе? В 202 человеках. Хереново. Скажу тебе, я эту... Но я рискну таки. Ох, как больно ты мне сейчас сделал, друг мой. Опа. Такой корабль нам бы был трупп презентовал. Это, конечно, очень рискованно было вот так вот напрыгивать на него. Но я его уже как минимум три раза ударила. Не, нормально, насилим. Спокойно вообще. Уже, конечно, скажется то, что у нас, в принципе, с ним наравне. Потому что у него четыре фехтования, у меня четыре фехтования. Но у него причем еще народу, типа, больше. Но у него уже народу практически как у нас. А теперь и вовсе меньше. Не, нормально, насилим. Ой, 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 не туда. Иногда руки заплетаются. Мы, конечно, видите, из-за того, что мы с ним на равных идем, мы быстрее устаем. И как следствие этот бой немножечко затянется. Но... Представляете, сколько мы получим денег с этого замечательного боя. Потому что мы сейчас на этот корабль посадим своего первого помощника. А потом этот корабль замечательным образом, потом, естественно, попозже, продадим. Ах ты, сволочь проклятая. Та-та-та. То есть дохнет тоже, господи. Давай. Я Николас Шарап, ты меня не завал, Рич. В моей крови течет пиратская кровь, хотел сказать я. В моих жилах, точнее, течет пиратская кровь. А ты всего лишь старосортный пиратишка с дурацкой шляпой. Давай, чувак, умирай уже, ну. Зрители ждут. Мы все ждем, когда мы заполучим твой галеон. Это же галеон, черт возьми, пузатенький, жирненький галеон. Можно, конечно, взять его себе, а Брик оставить первому помощнику. Ну, то есть, как бы поменять местами. Но я не буду так делать, потому что все-таки на абордаж преимущественно беру я. Ах, скотина проклятая. И мне нужно быстро двигаться. К тому же, я привыкла вообще, в принципе, к этой... Ой, да я в этой игре, к быстрым маневренным кораблям. Я не могу вот эти пузатые... Это фу, это не мое. Ну, даже, кстати, как ни странно... Да чтоб тебе... Это самое... Вот этот прославленный ман-о-вар. Самый лучший вообще этот корабль в этой игре. И единственный, на самом деле, ман-о-вар в этой игре. Он мне не так нравится, потому что он просто гигантский. Я не знаю, как на нем можно плавать. Это просто... Это не корабль. Это... Я не знаю. Это небоскреб какой-то, знаете. Это очень большой корабль. На нем очень неудобно плавать, но он мощный. Его хрен потопишь. Не, потопить его, конечно, очень... Короче, можно. Я уже расслабилась, что-то знаю, что он меня не убьет. Его можно, конечно, потопить, но это очень тяжело. До свидания. О, тысяча. Это еще фигня. Так, сахер. Сахер. Чего у тебя тут есть-то вообще? Мелочевку я обычно забираю. Чтоб тупо продать ее. Хотя я не помню даже, оно складируется как бы в общий трем или нет. Но не хочу проверять. У-у-у-у-у-у-у. Давай-да. А, все, да. Очень грызно. Забери тогда доски, что ли. Я просто стараюсь доски парусину держать поблизости. Ну, потому что чинить, чтобы корабль... Так, кофеё возьмём. Не знаю, правда, нахрена. Ну ладно, пускай будет так. Чуть не вышло, кстати. Взять призовой корабль. Всё. И, собственно... О, боже, только не говори мне, что игра зависла в этот момент. Ты паразитка. Серьёзно? А за что? Первый раз, кстати, за всё это время? Первый раз за всё то время, когда я с ней общаюсь, с этой игрой, она зависла. Эх, за что ты так со мной игра? Это так несправедливо. Ну, суть в том, что, видите, 4500 опыта. И, в общем-то, вот этот корабль становится нашим. Но всё пошло прахом. Давайте тогда здесь остановимся. В общем-то, в следующей серии начнём, наверное, с того момента, когда я уже захвачу этот корабль по новой. Потому что я хочу его захватить. Потому что я его потом планирую продать, как бы. Чёрт, а чё оно зависло? Я уже только была порадовала, что она не зависает, работает стабильненько. А тут она взяла и мне подкинула такой... Кулюк с... Ладно, неважно. В общем, надеюсь, что эта серия вам понравилась. К сожалению, мы не всё сделали. Всё, что я планировала в её ходе сделать. Но так уж вышло. Жизнь непредсказуемая штука. А уж морская это жизнь. Точнее, жизнь морского волка. И подавно. В общем, вы поняли мою мысль. Если эта серия вам понравилась, обязательно поддержите лайком. Оставляйте комментарии. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. И до встречи в следующей серии. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok